Накануне в Рио губернатора края Михаил Дегтярев выступил со своим первым отчетом о работе регионального правительства перед депутатами законодательной думы Хабаровского края. В своем выступлении глава региона подвел итоги предыдущего года и обозначил приоритетные направления развития края в нынешнем году и на перспективу. На встрече с краевыми депутатами Михаил Дегтярев рассказал о восстановлении экономики, доходов и занятости в регионе в условиях пандемии. Также речь шла о реализации нацпроектов, поддержке малого и среднего бизнеса, решении жилищных проблем жителей края, модернизации коммунального комплекса, поддержке социальной сферы, развитии здравоохранения и дорожной сферы. Какие главные тезисы прозвучали во время отчета, мы попросили прокомментировать нашего гостя в студии Валерия Хедиров, члена общественного совета при главном управлении внутренней политики правительства края. Доброе утро. Доброе утро, Валерий Казарович, доброе утро. Понятно, что у нас пандемия коронавируса отразилась в прошлом году на всех сферах жизни, в частности на экономике. И вот как правительство справилось с ситуацией и насколько реальное положение дел оказалось хуже или лучше прогнозов? Ну, в целом справляется с ситуацией, пока у нас пандемия не окончательно победили, справляется достойно, нормально. Хотя было бы лучше, чтобы этой пандемии не было совсем. Из-за коронавируса, конечно, многие организации, многие предприятия пострадали, многие перепрофилировались или вовсе закрылись. Но благодаря разработанному положению правительства Хабаровского края при поддержке законодательной думы, правительство приняло решение о налоговых послаблениях, благодаря чему многие предприятия сохранились. И, естественно, платят налоги, и не только сохранились, а даже увеличились. То же самое, как самозанятые, увеличение в два раза, от 6 до 13 тысяч. Это налоговое поступление в Хабаровский край, это, в общем-то, вот эта помощь, конечно, благодаря правительству края, бизнес сохранился. – Вообще, какие-то моменты, которые прозвучали во вчерашнем отчете, касались ли восстановления и развития экономики края дальнейшей? Если да, то какие? – Михаил Владимирович Дегтярев коснулся, наверное, всей сферы деятельности, так как он ездит во все муниципальные районы, он ознакомился со всеми районами, со всеми уголками отдаленными Хабаровского края. И поэтому для меня важно, что, значит, закладывается в следующий день строительство до миллиона квадратных метров жилья. – Причем в ближайшие годы, да? – Да, в ближайшие до 2025 года. Сегодня строят 229 тысяч квадратных метров и разница до одного миллиона. Поэтому это, конечно, для нашего края плюс, потому что наш край, богатый край ресурсами, и наш народ, можно сказать, что не имеет права жить плохо. И мы надеемся, что после вчерашнего выступления в Рио-губернатора надежда на то, что у нас будет все хорошо. – Что касается планов, перспектив в социальной сфере, в отчете главы региона, какие моменты вам показались наиболее значимыми? – Ну, в общем-то, это строительство дно, развитие туризма в регионе, строительство и ремонт дорог, и решение вопроса обманутых дольщиков, расселение ветхого жилья. Это, представляете, тысячами людей, тысячи семей ждали решения этого вопроса, и никаких надежды не было. Но на сегодня эти проблемы струнулись, привлечены федеральные деньги, и будут расселены жители, которые живут в ветхом фонде, это большое количество людей, и обманутые дольщики тоже. Потому что, живя у нас в городе, уже как бы свыклись, что эти дома такие останутся. Но Михаил Владимирович нашел решение, привлек средства, и, в общем-то, я думаю, люди получат достойно свое жилье, и, естественно, наверное, надеюсь, что никто из них даже не будет помышлять о переезде из нашего региона. – А вот эту тему обсуждали? – Что касается переезда, да. Есть ли какие-то меры? – Обсуждали этот вопрос, потому что, значит, здесь в основном везде на основе стоит экономика, значит, модернизация здравоохранения и доступное жилье и многое другое, чтобы у человека не возникали мысли куда-либо переезжать. Для этого, значит, если все перечислять, наверное, времени не хватит, потому что все сферы коснулись. То же самое, вот вчера депутатский корпус, разные фракции политические задавали свои вопросы, что их беспокоит. Охрана лесного фонда, отток населения из Хабаровского края, восстановление санаторио-сури, потому что тоже это важно. Это испокон веку, вот со санаторией все лечились наши труженики, люди простые. И, в общем, на 300 мест. И будут, как бы, восстанавливать, достраивать. Вопросы, естественно, коснулись тоже коррупции, чтобы не воровали, работали честно. Качество пассажирского транспорта тоже коснулись, потому что это безопасность наших граждан, и надо, чтобы у нас на маршрутах ходили достойные, качественные машины, автобусы, можно сказать. Ну и там еще поднимали вопрос дружелюбности поликлиник, да, насколько я знаю? А, безусловно, естественно, потому что в любом случае, ну, мы говорим большое спасибо нашим врачам, которые в ковидное время, вот период, как бы, оправдали свое название, когда они дают клятву Гиппокраду. Мы всегда думали, ну, там, что-то как, относились к ним много, несерьезно. Но мы на сегодня поняли, что какой-то колоссальный труд, и какой они вложили труд для того, чтобы спасать многие-многие жизни наших горожан в крае и в целом в стране. Были ли разговоры по поводу интенсации пособий? Потому что мы знаем, что вот, несмотря на пандемию, многие пособия все равно в это сложное время были уже проиндексированы. Будет ли продолжаться, будет ли эта тенденция сохраняться? Ну, продолжаться индексация будет. В общем-то, надеемся, что все социальные льготы и помощь, я думаю, будет наращиваться в дальнейшем. И надеемся, после избрания главой нашего региона, кто бы ни был, значит, наш край в области экономики в целом пойдет в рост. Мы надеемся, и вчера, когда мы слушали Михаила Владимировича, с надеждой, в общем-то, в такой хорошей, доброй, рабочей обстановке все проходило. Поэтому думаю, что на позитиве будет все нормально у нас. Но все-таки, как депутаты приняли этот отчет, были какие-то вопросы, разногласия, может быть, предложения? Да, конечно, были вопросы и разногласия, были замечания, почему, значит, у нас транслируются те объекты, которые были в советское время. Ну, как они могли не быть и не могут быть, авиационный завод Комсомольского на море и другие объекты, которые славили наш край. Они, естественно, есть, будут, и, надеюсь, будут и в дальнейшем. Ну, мы видим, что идет привлечение средств, инвестиций, идет рост экономики, и бизнес, в общем-то, как бы становится на ноги. И я думаю, впереди у нас большие проекты, тем более наш регион позволяет. А еще же глубокая переработка древесины. Михаил Владимирович запускает флагманский проект «Дом дальневосточника», который будут изготавливать из дальневосточной древесины. У нас мы край, где много древесины, лесной край, поэтому надо это дело использовать. Перерабатывать, ввести глубокую переработку, и, в общем-то, чтобы эти средства оставались у нас в нашем крае. Поэтому, конечно, вчера мы вышли на подъеме, что на завтрашний день мы смотрим с надеждой, что все будет хорошо. Вот на этом мы предлагаем и подытожить наше интервью. Спасибо вам огромное, желаем вам хорошего дня, надеемся на лучшее и улыбаемся. У нас в студии был Валерик Хельдиров, член общественного совета при Главном управлении внутренней политики правительства края.